Я хотел сказать, что в этом случае, как бы мы, что я вижу из Писания и в истории, что происходит, как с иудеей, так и с другими народами, что после Иешуа все поднялось на духовный уровень. Все физическим закончилось уже. Все те вещи, религиозные, ритуальные штучки, которые были важны, они перешли на духовный уровень. Это все нужно было делать внутри себя. Поэтому то, о чем Рома говорил, что и в скине мы видим вот эти вот элементы, которые, по сути, нам они не нужны. Но когда мы видим в них какие-то свойства нашей души, то это дает возможность все это подгонять и делать служение в храме, делать ежедневным в своей душе постоянно. Поэтому, как бы, ну, для меня сегодня потерял образ. Это я про себя говорю, что те притчи, они для меня исторические контексты, они мне вообще неинтересны стали. Потому что, ну, было раньше, не было, танцы были, сегодня нет, брачная одежда была, сегодня нет. Но есть идея, как и в одежде, как и в масле, как и в светильнике, как и в рыбках, которые поймал Иешуа 153. Во всех их есть духовное состояние человека. Поэтому мы и с удовольствием изучаем и недельные главы, ну, и, как бы, и копаем и притчи еще, и Новый Завет в этом свете. И оно очень красиво получается, оно все сходится, стыкуется. – Друзья, может, у кого-то вопросы есть? – Я думаю, что мне совершенно далек от этого подхода, о том, что все ушло. То есть, ну, я не сторонником никогда не был гностицизма, как бы, отрицания мира. Я думаю, что Бог возлюбил мир, так я читаю, да, мир. Не духовный мир, а мир, мироздание, все. Физический план никуда не исчезнет и не может исчезать. И Бог хочет себе жилища в нижних мирах, немножко уголок хасидизма и кабалы. Бог хочет себе жизни раскрываться в нижних мирах. Через Машеха он начинает свое раскрытие в нижних мирах. Я думаю, что как раз именно мир стал основным полем действия в момент Машеха, в момент, как бы, раскрытия Машеха, то, что совершилось. И поэтому у меня совершенно противоположный к этому подход. И как раз тоже все складывается. Мне кажется, как бы, это два подхода, как бы, которые есть и тот, и тот. Есть и физическое восприятие, есть и духовное, внутреннее. Есть просто непрерывный континуум между духовным и телесным. Оно не переходит друг к другу. Это не дихотомия, это единое целое. И поэтому разорваться и сказать, мы только в духе, или мы только в теле, да, как бы, в здоровом теле здоровый дух, а на самом деле одно из двух, нет, так мне не получится. Вот. И духовное, знаете, человек, как бы, осоединить духовное с земным, он ее соединил, и сейчас это единое целое. Поэтому как раз поэтому разорвать и не стоит, на мой взгляд. Правильно. Алик, смотри, когда сказано «вы посажены во Христе на небесах», то есть с одной стороны мы сидим как бы там, с другой стороны мы находимся здесь. Это же единство, и мы должны научиться понять, как это. С одной стороны мы во Христе там, с другой стороны мы здесь в физическом восприятии. Ну да. Это же одна картина, правильно? То есть мы должны научиться понимать, воспринимать себя и здесь, и там, как в едином, каком-то целом состоянии. Да. Но при этом ощущение, как сказать, себя на небесах во Христе, оно же не у каждого есть. То есть, то, что ты сидишь сейчас, чувствуешь, руки сложил, у тебя тоже сложил, руки чувствую. А под своей духовной, так сказать, вторыми 90-духовными, трон, на котором я посажен на небесах, я не чувствую так, 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 как я ощущаю вот это. То есть я все это... А могло бы быть наоборот? Вот кажется, что Андрей, он пытается сказать про наоборот, что он трон, ну как бы трон вроде бы должен ощущаться, а там на земле что-то такое копошится и смотреть не может. Андрей неправильно понял. Ну вот можно, что неправильно понял, бывает такое. Да, я вот поправлю здесь, может быть, яснее выражусь, что если мы говорим, что в духовном, в принципе, нет географии, нет верха, низа, а есть только свойства. И поэтому, если я изнутри себя вижу этот мир вот в таком виде, то он такой. И поэтому важно очень поменять свое мировоззрение, поменять свои ощущения относительно этого мира, материального, конечно. И таким образом мы соединяем, когда мы придаем святость любому предмету, когда мы что-то делаем, работаем. Для нас праведник – это тот, который может правильно, сбалансированно отреагировать на ситуацию, в которой он сейчас находится. Все, что связано, это материальное. Поэтому праведник – это тот, который может соединить, связать духовное и материальное, но придавая... Ты сейчас говоришь просто о человечности. С моей точки зрения. Ты говоришь просто о человечности. А праведность – она что-то более высотка. Ну, это другой вопрос. Я просто пояснил, что нет отрыва от реальности, от этого мира. А есть как раз-таки предания вот этой реальности, святости, поднимать этот мир, делать теку на лам, как вы говорите. Есть такая известная байка про человека, который подошел к комитетству и спросил, что ты делаешь? Он говорит, я вот тут камень тишу, а другой сказал, я строю дворец. И можно сказать, что ты делаешь? Я сейчас кашу своему сыну варю на завтрак. А можно сказать, я исправляю мир. На той же самой кашу. Сто процентов. Вот. То есть, ну, как бы... И если это не пафос, то есть... О, я понял. Теперь я буду, когда меня спросят, я буду говорить, я мир исправляю. Я выучил красивую фишку. Если это не красивая фишка, то оно так может быть. И ты можешь, с одной стороны, сказать, я хочу, что, значит, я вот Андрей, Андрей, и такое крутое имя у меня, и мои дети будут кушать самую лучшую кашу. Не как вот те соседи мои, которые едят какую-то там овсянку за три копейки, а мои дети будут кушать обморную, пророщенную гречку. Ну, там, я официально. И поэтому, и как бы вроде бы забота о детях, но все равно, да. То есть, когда ты понимаешь, это вот сейчас Божье поручение ко мне варить кашу своему сыну. Это сейчас то, чего от меня хочет Бог, чтобы я варил кашу. И эта каша сейчас, каждое мое помешивание этой каши, это кусочек исправления мира в рамках одной маленькой, взятой конструкции. Вот. Вот здесь вот, Алекс, я бы дополнил. Один делает, обтесывает камень, второй строит дом, а третий строит коммунизм. То есть, понимаете, насколько можно подняться в идее, которую ты делаешь. То есть, в деле, которое ты делаешь, насколько можно увидеть глобальную идею. Вот я вот к этому говорю. Я говорю за то, что мы должны понимать, мы должны ощущать единство Творца во всех его проявлениях. И тем более, когда мы делаем какие-то добрые дела, на которые мы призваны, мы должны с большим усердием делать уже не для того, чтобы получить награду, а для того, чтобы, ну не знаю, уподобиться Творцу, так скажем. Может, опять это пафосные слова. Есть такое, как бы, три уровня, три уровня в книге Творин, а три раза сказано в любви Всевышнего. Первым раз сказано в любви Всевышнего, ведь он вывел тебя из Египта и привел тебя, и дал тебя, и так далее, и так далее, и вот этот светерочек тоже он тебе дал. Второй вариант, в любви Всевышнего, и тогда он благословит тебе, и даст, и даст, другой светерочек, когда это произносится. Третий вариант. Шмай сирейля дунай луэйна дунай ха, это дунай луэха. То есть, послушай, пойми, что все он, что ничего кроме него нет, что все, что ты делаешь, это твоя партия в этом огромном оркестре, который играет, имя которому мир, мироздание. И она начала звучать, вот число твоего рождения, это момент, когда ты понадобился. Именно в этот момент тебя включили, теперь режиссер сказал, дирижер сказал, вот играй, вот плей и шпиль, и ты начинаешь свой шпиль. И тогда люби его, потому что весь этот оркестр, он для тебя, и ты для этого оркестра, ты часть всего этого, и наслаждайтесь музыкой мироздания. Можно на таком уровне смотреть. И то, и другое, и третье, это любовь к общей. Я его люблю, просто из благодарности он столько для меня сделал и делает. Есть женщины, которые так любят мужей, они говорят, но он деньги приносит, заботится, не бьет, кормит. Здорово. А есть те, которые говорят, я же его выбрал. Не то, что он делает, именно его. Вот это вот тот уровень, да? Вот, красиво. Вот. Если ты видишь это все, то тогда каша и носочек, которые ты ищешь для своего ребенка, это такие бытовые примеры, они самые бытовые, потому что что считается, как принято у христиана наслаждать? По воскресеньям в 10 утра я хожу на служение. С 10 до 12 у меня служение. Let's worship. А знаешь, это как-то что похоже? Были солдаты, была Вторая мировая война, были солдаты, они воевали, по окопам сидели, в атаку бегали, много делали всего такого. А был у них привал, и на привале они брали гармошку и пели, где же вы очи карии. И, с точки зрения христиана, вот именно это и война. Этот привал, когда мы сидим и мы поем что-нибудь на небесной перекличке, вот это служение, прийти и сказать, как приду на небесную перекличку, вот, и буду там. А на самом деле служение, оно все что угодно, только не это. Вот это привал. А служение, оно в другом месте. В точку, в точку. Вот сейчас попали в точку, потому что, когда мы говорим о примитивном христианстве, то откуда у них вот это понимание? Потому что у них недостаточно учения, недостаточно знаний, каких-то ключевых моментов, через которые можно рассматривать Писание. Поэтому сегодня, ну, опять я, может быть, повторяюсь, и все вещи, о которых говорит Ишо, это не примитив, варить кашу, искать носочки, там одевать ребенку, сопельки ему вытирать. Это гораздо больше. И каждый на своем месте настолько важен, и важно его состояние, важно его намерение, важно его дела, и важна истина, в которую он верит. Я с чего начал говорить? Я с чего начал говорить? С того, что помимо того, что ты варишь кашу, там носочки ищешь, и все что-то делаешь. Есть что-то, что только Андрей может сделать в своей жизни. То есть, появился Андрей, он сотворен, есть что-то, что можешь сделать только ты. То есть, ты не понадобился, для кашки все хорошо, кашки, разочки, но ты не для этого создан. Есть что-то, что-то, для чего создан. Что-то именно твой свет, который только ты можешь раскрыть. Какая-то партия, какой-то звук, который только ты можешь сыграть в этом оркестре. И можно это все потратить на бытовуху. И да, бытовуха, она хороша, она должна быть наполнена, она должна быть освящена, но она освящается. То есть, эта кашка станет служением всевышнего, если у тебя есть место, где твой свет, божественный свет в тебе раскрывается во всю свою громкость. И Бог, Бога Андрея, если хочешь Андрей, Бог, свет, озаряющий тебя, он звучит, во всем, во всем мире. Спасибо.